Сегодня важное событие и с ним мы поздравляем всех. Прекрасный день у нас открытие, пусть ждет всех радость и успех. Местные жители давно с интересом и надеждой наблюдали, как движется работа на этом важном для села объекте. И вот свершилось. 24 декабря, как раз накануне новогодних и рождественских праздников, состоялось открытие после капитального ремонта Брагинского сельского дома культуры. В торжественном мероприятии приняли участие глава Курагинского района Любовь-Заспа, представители Государственного центра народного творчества из города Красноярск, депутаты районного и сельских советов. Почетных гостей встретили по доброй традиции – хлебом с солью. Красную ленту, символизирующую начало нового этапа в работе сельского дома культуры, разрезали глава района Любовь-Заспа, глава Брагинского сельского совета Юрий Рассолов. Всех гостей праздников пое Дома культуры встретила прекрасная музыка в исполнении районного камерного оркестра. Все, кто давно не был в Доме культуры, смогли оценить, как все изменилось. Галина Ковтун многие годы проработала в Брагинской библиотеке, сегодня на заслуженном отдыхе. Тем, кто работает в обновленном здании, по-хорошему завидует. Всю жизнь живу в нашем селе. 33 года проработала в библиотеке. Для меня это очень важно. Вот это обновленный наш Дом культуры. Ну, очень, очень я рада, что такой ремонт у нас в Брагине сделали. Для всего населения. Потому что у нас клуб работает, действительно работает. У нас все работники, все выезжают и на массовые мероприятия, и в Пурагино. И в деревне у нас, и в селе у нас всегда проходят мероприятия очень качественно. Это все, весь народ наш в Брагинске отмечает. И особенно я рада за свою библиотеку. Все-таки я проработала 33 года в библиотеке нашей, и было холодно. А теперь, ну, красота, просто красота. Я довольна. Сельский Дом культуры теперь будет открыт для всех, чья душа тянется к творчеству. Вот и в самый первый день работы здесь были организованы мастер-классы по самым исконным русским ремеслам, гончарному и ткацкому делу и повалянию из шерсти. Работа мастеров завораживала, и каждый мог попробовать, получится ли у него создавать красоту своими руками. Здесь же, в фойе обновленного Дома культуры, было представлено Брагинское подворье. А поскольку в районе широко известен, как место отдыха и рыбалки, Брагинский пруд, то и выглядел оно, как пруд и отдыхающий вокруг него. Первый концерт в обновленном Брагинском Доме культуры начался с приветственного слова главы Курагинского района Любови Заспа. С новой страничкой в истории Брагинского сельского Дома культуры. И самое главное, пожелать нам всем здоровья, позитивного настроения и всегда понимать, что само здание, оно будет, наверное, стоять долго, и мы его будем содержать и поддерживать, но оно должно быть наполнено именно вами. Я желаю вам творчества, созидания и с наступающим Новым годом. Всем счастья! Поздравил земляков с открытием Дома культуры и глава Брагинского сельского совета Юрий Рассолов. Благодаря национальному проекту «Культура» наша мечта осуществилась. Наш дом вновь стал современным, уютным и, главное, теплым зданием, которое, я надеюсь, еще долгие годы будет вместе с своим творческим коллективом радовать, приносить радость жителям и гостям нашего села. И хочется сказать большое спасибо всем, кто поддержал наш Дом культуры, чтобы он смог войти в этот проект, в администрации района, отдел культуры, Министерство культуры края. Огромное спасибо, низкий поклон и всем творческих успехов! АПЛОДИСМЕНТЫ Белокаменных церквей Поклонюсь вам до земли, до сырой. Вспомним русский салоней, А в своей стране святой Душу черт свою мою обогрей. Я вперед, на свою даль, Убегу от сухи, И в небесной луге не растворюсь. Пусть не сбудутся мечты, Все же Богу помолюсь, И о том, что стало вечной любви. Концертные номера радовали зрителей своей яркостью и зажигательным весельем, а еще радовали возможностью смотреть концерт в теплом и уютном зале, ведь многие помнят, что раньше в нем было холодно и некомфортно. ПЕСНЯ Этого сегодняшнего события мы ждали полгода. Здание Дома культуры, конечно, требовало капитального ремонта. И капитальный ремонт был произведен по программе, по национальной программе культура. Заслуга в этом очень большая. И главы администрации муниципального образования Брагинский сельский совет, и районной администрации, и Министерства культуры, и Курагинского районного отдела культуры. Что значит Дом культуры для сельчан? Это один из основных очагов культуры на селе. Там, где можно проводить досуг, там, где можно встретить какое-то значимое торжество. В Доме культуры расположена библиотека с очень богатым книжным фондом. В здании Дома культуры также находится ФАП. Это жизненно важный объект для села и особенно для людей старшего поколения, к которому я себя тоже причисляю. Впереди у брагинцев много творческих дел. Здесь планируется открытие клубного формирования по краеведению. Также планируется разработка брендового мероприятия, фестиваля рыбака. И в планах, конечно же, приглашение лучших творческих коллективов Курагинского района и краевого центра. Исполняющей обязанности руководителя Государственного центра народного творчества Ирины Моисеенко во долгую службу приходится бывать во многих учреждениях культуры края. И несмотря на то, что активно реализуется в регионе программа национального проекта «Культура», к сожалению, не везде еще для артистов и зрителей созданы такие условия. Я искренне поздравляю жителей села Абрагина и всего Курагинского района с этим знаменательным днем. Событие действительно значимое, потому что открытие клубов после ремонта и реставрации – это весомо. Клуб был, остается и, надеюсь, будет местом притяжения для жителей, особенно села. И всегда приятно приходить в уютное, теплое здание. Я желаю Сельскому Дому культуры Брагина полных залов, благодарных зрителей и невероятных творческих успехов. И пусть это действительно будет местом притяжения для всего в села. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всем здоровья, невероятных творческих успехов. И пусть, как это не звучит тривиально, сюда не зарастет народная тропа. Всем счастья в Новом Году и в новом здании.